Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Я требую, чтобы мне сказали, кто вам дал право так меня оскорблять. Какого черта вы отдали предпочтение этой новенькой? Обошли мои работы. Мои работы? Да вас просто подкупили. Я знаю. Вас подкупили. Просто подкупили. Послушайте, мы члены совета. Работаем в этой фирме не первый год. И знаем здесь все досконально. Рикардо, ты всегда был объективен в своих оценках. И сейчас ты можешь утверждать, что эти работы не хороши? Они тебе не нравятся? Скажи, они плохи? Хорошо, Сусана. Давай внимательно сравним те и другие работы. И поймем, в чем преимущество Габриэлы Грубер. Габи. Габи. Габи, ты с ума сошла? Габи, что это такое? Неужели это ты? Это твоих рук дело? Моих? Не прикидывайся дурочкой, Миранда. Я отлично тебя знаю. Что тебе известно об этом? Ну, это Габриэла, твоя подружка. Надо же, голая, с мужчиной. Невероятно. Это не... это неправда. Это... это фальшивка. Фотомонтаж. Все это сделала ты. Конечно, Артура, конечно. Давай сменим пластинку. Ты какие плащи предпочитаешь? Ээээ... свободные, широкие. Привет, Диего. Привет, старик. Что ты тут делаешь? Знаешь, дождь собирался, и меня угораздило явиться сюда. Ладно, ты готов? Сегодня мы должны неплохо подзаработать, иначе сворачиваем лавочку. Что это за банка? Это не банка, приятель. Это мой стул. Очень удобно. Ты что, не видишь? Я на ней сидеть буду. Сынок, что за шутки, что за переполох? Ты что, потерял что-нибудь? Мне же нет ног, нет ног. Смотри, Гансуэл, смотри, что я купил. Сдачу, куда я положил? Сдачу, куда? Это же моя банка. Это ты ее украл. Стой, парень, это банка твоей матери. Меня еще никто не называл мошенником. Тебе я этого не позволю, щенок. Это моя банка, моя. В чем дело, отдай банку. Отдай. Прекратите сейчас же. Это моя банка. Я ею пользуюсь в последнее время. Дай мне сюда. Не понимаю, что вы устроили из-за какой-то банки? Да. Хорошо, что она была закрыта. А то все бы разлилось. Я вспылил. Но ты знаешь, я люблю молоко. Понимаешь? Я просто хотел его выпить. Вот и все. Это же надо. Назвать меня мошенником. Кто-то вечно повторяет, будто я ничего не делаю в доме. Подумай, только назвать меня вором. Рамино Апонте вор, только послушайте, а? Как же это возможно? Нет. Ну что ж, ты решил отыграться на мне, это понятно. Всегда так. Нет, в этом доме будто черт поселился. Что с детьми творится? И Габи? У Габи что-то случилось в доме моделей. Нет, это возмутительно. Никогда бы не подумал, что ты сыграешь со мной такую шутку. Сусанна, я думал, мы друзья. Одно дело работы, другое дружба. Отчего ты так разошелся? Я не понимаю. Нет, я тебе этого никогда не прощу. Никогда, никогда не прощу. Ну пойдемте, выпьем кофейку. Ну составьте мне компанию, ну пожалуйста. Нет, нет, нет. Ну остынь, пойдем. Кофе, 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 нет, уж нет. Сеньор Ленарес, послушай, дорогуша, может ты хочешь, чтобы он еще тебя и поздравил? Ты воспользовался своим влиянием. Хорошо. Вот это мне кажется очень интересным. Так, это... Это я уже видел. А это... Да? Вам нравится? Черт. Нравится? Рикардо. Рикардо, ты с ума сошел? Пожалуйста, подожди меня в своем кабинете. До свидания. Роксана, до свидания. Да, ты положил меня на обе лопатки. Ты работала всю ночь и изменила большинство моделей. Ты умница. Ты положил меня на лопатки. Вам правда понравилось? Замечательно, я очень рада. Я ведь изменила как раз то, что вы советовали, видите? И действительно, все стало гораздо лучше, вы правы. Мы вместе хорошо поработали. Вы посоветовали, я сделала. Гавриэла. Объясни, почему ты обращаешься ко мне на «вы»? Не знаю. Ведь вы... То есть... Ты, Кирасирю, то меня смущает. Я? Чего? Почему? Я вы меня... Вот, я знал. Я был уверен, Гавриэла. Я знал, что ты победишь, что мы победим. Мы должны были победить. Должны. Должны были победить. Сынок, как тебе это нравится? Первая победа Габриэлы? Это замечательно. Замечательно. Я... Я оставлю вас. У меня много дел, и вам, думаю, надо о многом поговорить. Рикардо. Послушайте. Рикардо, а почему бы нам это не отпраздновать? Пойдемте втроем пообедаем. Нет, нет, папа, я не хочу есть. Кроме того, я занят. Я занят, дела ждут. Рикардо, мне нужно поговорить с тобой. Можно о той модели, что тебе не понравилось? А о какой модели? Ну, я вчера вечером тебе показывала модели шелка, не помнишь? Извините, сеньор Ленарес. С вашего позволения, я быстро переговорю с вашим сыном об этой работе. Извините, я... Конечно, конечно, идите. Сын, ты... Все хорошо, папа. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Когда мы встречались с отцом Рикардо... Будь ты проклята. Консуэла Грубер. Будь проклята ты... И твоя дочь... Обе. Это очень плохая шутка. Ну, по виду мужчины на фотографии этого не скажешь. Все... Все... Все женщины одинаковые. Все. Добрый день. Чего тут доброго? Доброго ничего не вижу. Что случилось? Артуро. Не спрашивай. Лучше не спрашивай. Сегодня мне хочется... Убить кого-нибудь. Я убью кого-нибудь. Убью. Осторожней. Что это с ним происходит? То же, что и с другими мужчинами. Как бы сильны они не были, есть груз, который им не по плечу. Дорогая. Ох уж мне эти политики. Все они слабаки, поэтому в мире такое творится. Мы, американцы... Совсем расслабились. Мужчина валяется в гамаке, а женщина... Сумки с едой таскает. Что такое? Дорогая, а что ты на меня так смотришь, а? Давай я почитаю лучше. Лучше спортивные новости. Не может быть. Нет же, это она. Конечно, она. Иди, посмотри на нее. Лучше ты иди сюда, я занята. Кого ты там увидел? Кого? Вот это номер. Конечно, это она. Кто она? Кто? Это твоя доченька. Ученая доченька Габриэла. Смотри. Смотри, для чего она так много училась. Вот она. Вот для чего и вся эта учеба. Вот для чего. Посмотри. Ну, посмотри. Как тебе это нравится? У тебя тоже свой кабинет. Ты хорошо устроилась. Вижу, папа самого себя превзошел в щедрости. Просто невероятно. Рикардо, хватит. Я позвала тебя не для того, чтобы мы продолжали ссориться, как дети. Нам надо поговорить. И думаю, что сейчас самое подходящее время. Ну, слава богу, дорогая. Наконец-то, черт побери. Давай поговорим. Поговорим без обид, без оскорблений, намеков. Поговорим спокойно. Без всяких там намеков. Хорошо, именно так я и хотела. Хорошо. Я думаю, у нас все в порядке. Только мне надо извиниться перед тобой за то, что произошло в лифте. Я понимаю, ты хотел всего лишь поговорить. Хотя теперь это не важно. Тебе это не важно, но для меня, для отца, для фирмы это имеет значение. На меня смотрят, как на преступника. Мой собственный отец считает меня негодяем, садистом. И ты меня так называешь. Вот именно поэтому я и попросила тебя прийти сюда. Доля моей вины в этом тоже есть. Доля? Да, я виновата отчасти, не полностью. Мне хотелось бы все поправить. Послушай, не перебивай меня. Я не хочу вносить разлад между тобой и отцом. Поэтому я ухожу. Честное слово, я вам многим обязана, тебе и твоему отцу. Но я уверена, что все это добром не кончится, и мне надо уйти. Я просто уйду. Я не буду работать в Тропи Белла. Хватит ссор, Рикардо. Наше соперничество ни к чему. Не надо. Мне лучше уйти. Я вам очень благодарна за все, что вы мне дали, но... Я ухожу. Ухожу, ухожу. Честное слово, я ничего не понимаю. Почему ты уходишь, Габриэл? Ты только что с триумфом вошла в мир большой моды. Ты не можешь пренебречь таким успехом. Габриэлла, ну послушай, я признаю, у тебя прекрасная работа, это правда. Я не предполагал, что ты можешь создать такую коллекцию. Она... Она великолепна. Если на то пошло, я признаю, ты победила. Твои работы победили. Это так. Но не знаю, как мне убедить тебя. Я приношу свои извинения. Я прошу простить меня. Не уходи, Габриэлла. Не нужно. Останься. Работай ты. Замечательно работаешь. Я прошу прощения. Я беру свои слова назад. Не проси об этом, Рикардо. Дело в том, что я не могу продолжать работать в доме, где от меня одни неприятности. Понимаешь? Одни неприятности. О чем ты? Какие неприятности, Габриэлла? Ты отлично работаешь. Я не понимаю, не понимаю, о каких неприятностях ты говоришь. Мне приятно это признать. У тебя выдающиеся модели. Габриэлла, не будь ребенком. Не надо начинать все сначала. Пожалуйста, я серьезно говорю. Ты нам нужна. Я убью тебя, садист. Бью тебя. Чтоб ты сдох, садист. Убью, убью, убью. Габриэлла! Бью! Тионер! Садист. Хватит, всё ясно, о чём говорить. Какой позор. У неё ни стыда, ни совести. Совсем забыла о чести. Довольно, довольно. Я долго терпел. Пусть только она появится. Пусть только появится. Да. Ну, что теперь? Кто теперь, Консуэлла? Что с ней творится, а? Доигралась? Ты понимаешь? Понимаешь, это же пятно на всей семье, имей в виду. Ну, пусть только она вернётся. Пусть только вернётся. Подожди. Ну, подожди минуточку. Ну, должно же быть какое-нибудь объяснение. Ведь я знаю свою дочь. Она самая честная из всех девушек. Этого не может быть. Этого просто не может быть. Да, 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 да. Ты её знаешь. Ты её лично знаешь. Она честная, скромная. Очень скромная. И тогда... Ну, что? Что происходит? Что это значит? Посмотри, что натворила эта девчонка. Это в моём доме. В моём доме. Я хочу кое-что спросить у тебя, Консуэлла. Что она делала, говоря, что идёт на занятия? Вот он, ответ. Она трепала нашу честь. Общему району. Ну, что скажешь? Ну, защищай её. Говори, что она училась. Как же училась? Подожди, Ромиро. Конечно, она училась. Головы от книг не поднимала. Я видела, как она сидела над учебниками всю ночь напролёт. А то, что она получила диплом с отличием. Это о чём-то говорит? Училась. Моя девочка училась, Ромиро. Училась. Зачем так плохо думать о людях, Ромиро? Как ты можешь так говорить? Как же, как же. Училась она. Да у неё даже приятеля нет. Это тебе о чём-то говорит? Приятеля нет, но и стыда тоже нет. Не смей так говорить о ней. Совести её нет. И всё тут. Это я тебе говорю. В моём доме, в моём доме, дорогая. Я не позволю ей заниматься такими делами. Пусть она тебе и дочь. Хватит, Ромиро. Я не позволю ей заниматься всем этим безобразием. Я этого не потерплю. Меня все здесь знают. Я не намерен ловить на улице косые взгляды. Я уже сказал тебе. А какой пример для Йоли? Не надо так. Пример для Истера. Это что ж происходит? Нет, нет, нет. Это всё необходимо прекратить. Ромиро, о чём ты говоришь? Ромиро, прекрати. Ну, какой пример она подаёт, Эстер? А? Йоли! Нет! Она в моём доме. Так вести себя не будет. Не будет? Это я тебе сказал. Ромиро, прекрати. Сеньор, пройтись ещё с щёткой. Давай. Я искал тебя. В чём дело, Лешан? Тебе лица нет. Мы погорели. Всё, провалилось. Всё. Как погорели? Но выкладывай. Выкладывай. Да дело в том, старик, что бабки пропали. Я не знаю, куда они делись. Я не могу их найти. Ты смеёшься, кореш? Деньги пропали. Где ты их спрятал? А? Ну, пойдём, старик, пойдём. Эй, а деньги-то? Держи. Вот она, баночка моя. Пригодилась. Я больше не могу так, Рикардо. Послушай, честное слово. Я не знала, что это твоя студия, и что ты работаешь дома. Я не собиралась тебе мешать. Ладно, ладно. Надо признаться, я тоже был не очень доволен твоим присутствием в доме. Но ты отлично поработала. Отлично. Это даже на мне сказалось. Кроме того, Габриэла, не следует забывать о фирме. Твоя работа нужна всем нам. Только это не значит, что твоя победа окончательна. Это было всего лишь начало. Я намерен выиграть решающий бой. Но для этого мы должны продолжать наше сражение. Ты не должна покидать поле боя. Что ты об этом думаешь? Ты не можешь уйти, Габриэла. Я не позволю тебе уйти. Знаешь, если честно, я сама не ожидала, что моя коллекция победит. Я уже представляла себе, как ты отреагировал, если бы выбрали твою. Не понимаю, как мне удалось опередить. Я знаю, почему это случилось. потому что в тебе что-то есть. Серьезно. Я чувствую себя дураком, потому что сомневался в твоих способностях. Наверное, это профессиональная ревность. Не знаю. Не знаю. Или даже... Злость? Да. Я думала, ты на меня рассердился. Ну, хорошо, я подумаю. Нет, нет, ни в коем случае. Нет, все наоборот. Неужели ты думаешь, я бы мог на тебя рассердиться? Нет. Нет. Нет, Габи, ты не права. Извини, Габриэл, уже поздно. Мне нужно позвонить. Это важный и срочный разговор. Извини меня, пожалуйста. Мне надо позвонить. Консуэло, я ощущаю твое присутствие. Это сделано твоими нежными руками. Жизнь не дала тебе раскрыть себя. Но за тебя это сделала она, твоя дочь. Габриэлла. Она твое продолжение, Консуэло. Габи. Габи вся в тебя. Вся, как будто ты передо мной. У Габриэлла те же черты. как будто как будто как будто ты ты ко мне вернулась, Консуэло. Она твое продолжение. Твое продолжение. Мамочка, привет, добрый день. Добрый день, дорогая. Мама, что с тобой? У тебя такой вид. Мама, это Габи? Это Габи? Она с этим типом, с Ленаресом? Мама, что это значит? Я сама ничего не понимаю. Габи мне ничего не говорила. Недавно она пришла в новом платье. Тогда меня это очень удивило. Но она была с этой своей подружкой, с Эвой, и у меня не было возможности ее спросить. Она рассказывала что-то о новой должности, при президенте, еще о чем-то. я не могла с ней поговорить. Здесь что-то не так. Должно быть объяснение. А получилось она. Здорово. Бессовестная. Как ты можешь так говорить? Нервы у тебя. Разве не видишь? Она почти голая. Ну, мамочка, не преувеличивай. Ты понимаешь, Марисоль, не для этого я ее растила. Я воспитывала вас честными девушками. Не за тем, чтобы вы разгуливали голышом, выставляя себя на показ. Мама, ну неужели ты думаешь, что Габи... Марисоль, я никогда не думаю о людях плохо. Мне это и в голову не приходит. Я ничего дурного не думаю, никого не осуждаю, потому что сужу по себе. Мужчины, которые были у меня, стали отцами моих детей. Я их любила. Любила, эта любовь была настоящей. Она многое для меня значила. Она у меня вот тут, в сердце, понимаешь? я не лгу. Да, мне не везло с мужчинами, но я отдавалась любви вся полностью. Поэтому я честная женщина, совесть моя чиста. Я вас воспитывала так же, честными, скромными. И верю вам как себе. Господи, я ничего не понимаю. Откуда взялась эта фотография? Что случилось с Габи? Ну, я поняла бы, если бы это случилось, ну, с Эстер, или еще с кем-нибудь. Но она, Габи, дочка моя, она же такая чистая, невинная, непорочная. Нет, я не могу себе представить. Что это? Синьора, я не по служебным вопросам. Я повторяю, синьора, Ленара, синьора. Мне знакомы эти уловки. Вы прекрасно понимаете, что я вам не верю. Я не первый день в полиции. Этот ответ, синьора, нет, мне хорошо известен. Синьора, нет, синьор на совещании, синьор еще не пришел на работу. Синьор ушел, потому что ему позвонили из дома, у меня заболел ребенок. Синьору позвонили из дома, его жена себя плохо чувствует. Все эти отговорки я знаю наизусть. Так что я пройду к нему. Вы что, не понимаете? Я же вам сказала. Его нет. Нет его. Нет. Артуру, что ты здесь делаешь? Пришел поговорить с собой. Но этот разговор будет очень серьезным. Хорошо, Артуру. Давай выйдем отсюда. Пойдем, не устраивай здесь скандалов. Я умоляю тебя. Идем. Что со мной происходит? Это всего лишь девчонка. Молоденькая девушка. Но нельзя же так. Это безумие какое-то. Это глупость. Это каприз. Рикки. Ты все еще сердишься на меня? Ну, а ты прекрасно знаешь, что нет. Чтобы я сердился на тебя. Ну, ладно. Если хочешь, я уйду. Пожалуйста. Нет, нет, нет. Иди сюда. Иди. Садись. Садись ко мне. Я знаю. Ты думаешь, что я... Думаешь... Не беспокойся. Я просто хочу, чтобы ты... Чтобы ты побыла со мной. Поцеловала меня. Да. Нет. 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 Рhamiento неinger cad96. нет. 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 Извини. Что с тобой, Рикки? Что творится с тобой? Что случилось? Нет, ничего, все в порядке. Со мной все в порядке. Нет, Рикки, с тобой что-то происходит. Ты ведешь себя так странно. Сначала кричишь на меня. Потом целуешь. Да что с тобой? Риккардо. Что со мной? Я сам хотел бы знать, что со мной. Я очень бы хотел знать, что со мной происходит. Я очень хочу это знать. Старик, не нервничай, всякое бывает. Где деньги? Ну, старик, ты меня не проведешь, дружище. Со мной такие номера не проходят. Особенно у таких щенков, как ты. Понял? Ну, у меня была банка. Где деньги? Что случилось с деньгами? С какими деньгами? Деньги за ремонт, которые мы из-за вас потеряли. Да вот все, что я заработала сегодня, пожалуйста. Это что, милостыня? Где остальные? Где? А? Не знаю. Не знаешь? Если не вернешь деньги, я заберу у тебя все. И ящики, и банку. Не бери банку! Отпусти банку, отпусти, а то как врежу. Отдай банку! Ну, отдай! Я ничего не понимаю, говори прямо. А я всегда так говорю, Габи. Мы знаем друг друга много лет. Сколько лет мы знакомы? Ну, я не знаю, Артура. Всю жизнь. И все эти годы я восхищался тобой. Больше того. Я любил тебя. Ты казалась мне необыкновенной. Ты казалась мне единственной. Котовой сражаться. Идти вперед. Это очень важно, Габи. Я тобой восхищался. Я восхищался твоей красотой. Во всех значениях этого слова. Я... Я относился к твоей красоте с уважением, с любовью. И вот однажды, Габи, я задумался о будущем. И мне... Мне приснился сон. Даже скорее не сон. Это было видение. Мне привиделось ты. Ты, Габриэла. Это был невероятный сон. Мне привиделось ты. Габриэла. Это было видение. Я сказал... Да, это был не сон. Габриэла. Габриэла. Артур, я ничего не понимаю. О чем ты говоришь? Я думал, что все будет как в том сне. Как в том сне. Борьба закончится. Усилия принесут... Свои плоды. Ты всего добьешься. Но случилось иначе. Габриэла. Иначе, Габри, ты свернул на кривую дорожку. Я не виню тебя. Так уж случилось. Габри. Ты предпочла связаться с этим мужчиной. Ты так решила. Объясни мне, почему ты так со мной обращаешься? Я же не вещь. Скажи, что с тобой происходит? Рикардо, ответь мне, что с тобой? Ничего, я уже сказал, ничего не происходит. Просто много работы. А со мной все в порядке. Это неправда. Я знаю, что с тобой. У этой работы есть имя. Габриэла Грубер. Это все из-за нее? Да нет. Ну, что тебе пришло в голову? Да ты с ума сошла. Ну, конечно, она создала свой стиль. Но это совсем другое дело. Ты не права, а ты не права. Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Это ты сошел с ума. Она ссорится с тобой и унижает тебя. Неужели ты не чувствуешь, как она помыкает тобой? Послушай, Эстрелия. Ты просто помешалась. О чем ты говоришь? Ну, объясни, объясни, о чем? Я знаю, что с тобой, Рикардо. Ты страдаешь от того, что знаешь. Пока ты пытаешься привлечь ее внимание, она намеренно отдаляет от тебя твоего собственного отца. Ты должен признаться, что любишь ее, Габриэлу Грубер. Ты должен признать, что влюблен в любовницу своего отца. Тр proteцата. Тр proteцатка. Тр proteцатка. Тр proteцатка. Тр позадаваса.